Немалую помощь в реконструкции мемориалов героям Великой Отечественной войны оказывает фонд поколения Андрея Скотча. К 70-летию победы на обновление 70 памятников было выделено около 70 миллионов рублей из средств фонда. О некоторых монументах, уже торжественно открытых, наш сюжет из районов области. Память верно хранит обелиски часовые Великой войны. Памятники, отреставрированные фондом поколения Андрея Скотча, открываются в эти дни по всем районам Белгородской области. В селе Двулучное Валуйского района обновленный обелиск получил мемориальный комплекс солдат и партизанка. Двулучане тоже внесли свой вклад, отремонтировали стелы с именами участников Великой Отечественной войны и благоустроили прилегающую к мемориалу территорию. В Валуйском районе еще два памятника находятся на реконструкции, открытие которых планируется в ближайшее время. Появился новый памятник невернувшимся с войны односельчанам и въездочным Чернянского района. Еще в 1957 году по инициативе местных жителей здесь был установлен бетонный монумент. Теперь на его месте точная медная копия работы белгородского скульптора Анатолия Шишкова. На открытие памятника собрались потомки тех, чьи имена высечены на памятных плитах. Отец Галины Белоусовой погиб в 1944 в Калининграде. На его могиле она была очень давно и с тех пор хранит стихотворение, которое ей подарил сын однополчанина отца. И там, исполнив долг солдатский, присяге верной до конца, лежит отец в могиле братской с фашистской порцией сын. Он был сражен в 1944, во счастье нашей в битве пала. Его среди живых и мертвых. Я много лет везде искала. Для женщины очень важно, что в ее селе есть место, куда она может прийти поклониться памяти отца и других героев, чьих имен на мемориальных плитах – сотни. И к высоченным ранее 199 фамилиям после реконструкции добавилось еще 15, установленных благодаря непрекращающимся поискам. Открылся после реконструкции и мемориал, посвященный воинам-освободителям в селе Закутское Ведеревского района. 741 житель Закутского ушел на фронт. Не вернулось больше половины. Поклониться их памяти в этот день пришли и школьники, и воспитанники детского сада. Ритуал, который сегодня был совершен, с воинскими почестями открыт этот памятник. И это напоминание всем для наших потомков сохранить и передать эту историю из поколения в поколение. Всего на территории Ведеревского района ко Дню Победы будет восстановлено 4 памятника.